приветствую в эфире вымпел мы продолжаем наше еженедельное вещание именно здесь ты можешь узнать все самое интересное из мира настолок кино компьютерных игр комиксов и прочих радостей гиковской жизни смотри сегодня выпуске новые черепашки с привкусом аркейна дум с привкусом call of duty отряд самоубийц привкусом разочарования и эвердел с долей разнообразия начинаем мы наш выпуск по традиции с большого блока новостей он сегодня затронет не только видеоигры но сериалы и даже немного геймерской гиковской науки итак поехали компания paramount опубликовала первый тизер нового мультфильма про черепашек ниндзя он выйдет под названием tenji mutant ninja turtles мутант мэйхем и станет седьмым фильмом и вторым мультфильмом по франшизе его продюсером выступят сет роган а режиссером джефф роу известные по мультфильму митчеллы против машин самих братьев панцирях озвучат дети которые еще не засветились в известных проектах а вот на кастера степенных героев можно будет полюбоваться и услышать знакомые голоса джеки чан озвучит мастера сплинтера джан-карло esposito бакстера стокмана культовый дуэт бибопа и рокстеди заговорит голосами сета рогана и джона сины ну а полюбоваться старыми героями в новом несколько гротеск нам стиле отдающим главным анимационным хитом последних лет то есть аркейном вы сможете уже 4 августа студия рокстеди в рамках state of play показала 6 минут геймплея экшена суицид-сквадки the justic league в нем впервые можно увидеть новый дизайн чудо-женщины внушающий оптимизм кат-сцены и внушающие столько же разочарование геймплей игра расскажет об удивительно отряде самоубийц состоящим из особо опасных преступников в данном случае в состав команды войдет дэдшот харли квинн капитан бумеранг и король акул от них потребуется остановить брейняка который взял под контроль лигу справедливости их придется остановить судя по всему окончательно время сделать ставки насколько быстро умрет очередная игра сервис по известной лицензии остается совсем немного суицид-сквадки за justic league выйдет 26 мая на пк ps5 и xbox series x и с кстати о ставках сети опубликовали концепт трейлер отмененной версии doom 4 которая очевидно вдохновлялась call of duty в ролике можно увидеть какими разработчики хотели сделать врагов а также их видение геймплея ранние версии doom 4 местами напоминает итоговый перезапуск doom который вышел 2016 году но это куда более мрачная версия шутера с элементами хоррора и кинематографическими сегментами от первого лица и глядя на итоговый успех переделанного doom 16 года и последовавший за ним и тернул можно сказать что ставку разработчики за idsoftware в итоге сделали верную gsc game world анонсировала настолку по stalker в ходе стрима компании awaken realms которая занимается выпуском настольных игр она будет включать себя стелс-миссии а сыграть не сможет от одного до четырех человек авторы сообщили что в настольной игре будет сделан упорное исследование мира сражений выживания настолка станет эдаким полноценным данжен кроулером со стелс-миссиями заданиями по поиску предметов и сегментами с аномалиями по словам создателей и главная цель сделать упор на сюжетную составляющую создать уникальные блоковые истории но по традиции каждый персонаж stalker получит уникальные характеристики его снаряжение можно будет улучшить когда выйдет настолка сколько она будет стоить выйдет ли она раньше цифрового сиквела не уточняется но на всякий случай напомню что gsc game world компания украинская awaken realms польская и глядя на этот поразительный альянс понимая что официально заказать игру в россию в обозримом будущем не получится для всех остальных желающих потрогать аномалии побегать по зоне крутфандинговая компания по сбору средств на производство должна начаться в июне 23 года иногда кажется что в ослепляющее светлое будущее мы идем семимильными шагами и чем быстрее шаг тем назойливее мысль а нужно ли нам все это следующая новость может навести на мысли что не очень стало известно что компании илона маска запретили проводить испытание мозгового импланта на людях несмотря на громкие заявления основателя нейролинка скорых испытаниях микрочипа для соединения вашего мозга с компьютером не похоже что процесс начнется ближайшее время как сообщает речард управление по контролю за продуктами и лекарствами еще в двадцать втором году отказала компании в проведении клинических испытаний своих девайсов которые стали причиной смерти свиней по данным издания бывшие нынешние сотрудники компании говорят главное опасение в отношении безопасности связаны с литиевой батареи девайса возможность у проводов мигрировать другие части мозга и удаление девайса без повреждения ткани мозга управление хотела бы получить вероятность заверения того что вероятность выхода батареи из строя минимальна так как в ином случае только тепловая энергия могут натурально выжать окружающие ткани испечь мозги кроме того управление обеспокоено вопросом удаления девайса или замена так как электроды очень маленькие хрупкие что в случае удаления или даже повседневного использования могут сломаться и перепалить критически важную часть мозга один сотрудник нейролинк испугался и отметил что маск не понимает разницу между мозгом и автомобилем речь ведь идет не об игрушке о жизни человека ну а меня лично напрягает что никто ни разу не обмолвился о том кто будет осуществлять контроль над чипами неужели никто из комиссии не смотрел звездные войны и не знает что значит выполнить приказ 66 словом гения миллиардера плейбои филантропа и хозяина цифровой синей птицы будет еще время подумать о безопасности своей новой игрушки ну а у сотрудников управления по контролю за продуктами лекарствами будет время посмотреть хотя бы одну часть саги о приключениях далекой далекой галактики на этом наш новостной блок подходит концу а мы плавно переходим к следующей рубрике поговорим об иллюзиях и комиксах сегодня в нашем выпуске оказалась история про симбиотический костюм человека-паука и как позже выяснится не только питера паркера словом сегодня у нас в руках локализованная новинка от студии камильфо симбиотический человек-паук ну в первую очередь стоит удивиться тому что несмотря на то что примерно год назад камильфо заявила что новых комиксов от marvel таки будет видимо распродавая старые уже забронированные лицензии способны выкроить еще немного времени для нас чтобы порадовать нас новинками из мира marvel относительно недавний выпуск человека-паука в данном случае в мягкой обложке здесь содержится пять частей истории про то как питер паркер вернувшись из секретных войн заполучил себе черный костюм и как он пытается с этим жить и как пытается бороться с недругами мы сегодня и поговорим ну во первых стоит отдать должное потому что комикс рассказывает в кои-то веке непосредственно о питере паркере а его классических противниках несмотря на то что за последние годы комикс в индустрии ука появилось много новых злодеев речь пошла о возвращении старых малоизвестных вроде пожирателя грехов или допустим белой кошки белого кролика но в данном случае мы поговорим о мистерио красавцы которого в какой-то момент сыграл джейк джилленхоу мастере иллюзии и просто квентине бекки об электро хоть и появится он тут фактически в роли приглашенной звезды как камео о кинг пине он же амбал ну и говоря о том как это все будет смотреться надо сказать смотреться будет потрясающе шикарные развороты наглядный экшен куча визуальных эффектов которые способны зацепить внимание история которая благо несмотря на то что является частью большого мифа по ука о том как он справлялся черным костюмом как он стал буквально воплощением всех его дурных начал жестокости алчности и позже привел к становлению коварного ну правда позже уже антигероя венома тем не менее эта история которая начинается секундочку вот здесь заканчивается я вас удивлю но вот здесь я считаю что для нынешних комиксов это буквально достижение когда вам не надо собирать огромную библиотеку чтобы узнать окончание одной истории например dc metal об этом я думаю мы с вами позже поговорим но например такой проблемы не лишён здесь же история локальная красивая куча знакомых персонажей куча запоминающихся персонажей то есть это не просто какая-то беготня по городу здесь и мистерио который в какой-то момент становится веномизированным здесь яркие электро с плесками здесь и немного мафии здесь и какие-то разборки шашни с черной кошкой которая как известно является любовным интересом питера паркера словом здесь есть о чем посмотреть есть интриги есть красивые развороты вот собственно говоря об электро комикс нарисован очень красиво фактически является воплощением того что я говорю как развлекательный комикс то есть здесь нет каких-то глубоких смыслов сложных визуальных аллюзий нет здесь просто развлекалого эдакий зрелищный боевик типа джона уика от мира комиксов но словом хочется порадоваться что в двадцать третьем году есть еще возможность выпускать такие непродолжительности по объему и неплохие по качеству отпечатки по обложке комиксы хотя честно говоря будь он в твердой обложке я бы дал ему на бал больше а так я могу искренне пожелать вам если вам есть 16 и более лет приобрести ознакомиться получить удовольствие и еще ненадолго окунуться в приключения человека паука увы в нынешнем зарубежном ране в шестом томе приключения подобной живостью яркостью контрастностью и интересом похвастаться а мы переходим к другой не менее яркой но оттого даже более увлекательной истории правда уже рубрики про настолки прошлом выпуске мы с вами начали рассказывать долгу увлекательную сагу об оверделе и я сделаю маленький спойлер сегодня мы эту сагу с вами не завершим но мы поговорим о двух очень важных дополнениях для этой прекрасной игры мы узнаем что таят себе острые хребты и опустимся на дно кристально чистого жемчужного ручья сегодня мы поговорим с вами о двух дополнениях они модульные прекрасно дополняют друг друга причем дополняют как друг друга с точки зрения геймплея так и с точки зрения визуальной эстетики они лишний раз разнообразивают и делают краше локацию причем с этой стороны у нас пруд здесь у нас горы сзади у нас будет площадка для отдыха а справа когда-нибудь когда локализуют большая красивая железная дорога с чух-чух и поездами сегодня мы поговорим о экспедиции на дно прекрасного озера и поговорим о путешествиях в опасные и недружелюбные для маленьких путешественников горы именно поэтому чтобы маленьким путешественникам было не так страшно появились большие фигурки крупных суровых животных это мишка это лось волк горный козел и прекрасный орел на них можно повесить седло посадить верного зверька в данном случае в дополнение с горами появляется лисенок посадить его вот так вот и отправить большую долгую экспедицию также появились зайки они появляются у всех фракций которые позволяют вам лишний раз отправиться в путешествие и появились очаровательные лягухи помощью которых вы можете отправиться на поклон подводное царство также зверятам предстоит начать на усложнить свое выживание и прохождение по прогрессе этой прекрасной игры поскольку зверятам предстоит пережить ливень наводнение лесной пожар град спастись от метели от смерчи кусачих морозов сильного ветра и много чего еще в зависимости от сезона то есть теперь смена времен года с весны на лето с лета на осень приносят не одни только бенефиты но и существенных проблем может доставить причем в этой колоде климатических происшествий они действительно существенно являются проблемами сейчас мы совершим небольшую миграцию в левую сторону точки зрения водного дополнения у нас появляются новые постройки их не так много но вместе с ними появляются новые необычные жители о ресурсе жемчуги я рассказал в прошлый раз в этот раз по дороге у меня его кто-то куда-то умыкнул вероятно маленькие лягушата утащили в подводное царство но подобном царстве за жемчуг вам могут оказать услуги как художник босли маленький садовник газ старейшина омикрон непуты со страшным вирусом констебль панцирила изобретатель люминор и исследователь носмер стоит отметить что это дополнение без deluxe версии поскольку у игры в ру сегменте очень специфическая модель распространения выходит дополнение выходит не делюкс расширение с несколькими новыми картами физическими компонентами и еще одним допустим домиком для зверя вот лесят есть базовая версия допустим вода люкс версии появляются еще маленькие выдрычки или маленькие аксалот ли поэтому мы говорим в первую очередь о базе хотя с новым ретиражом обещают выпускать только делюкс издания то есть у вас не будет возможности купить обычную коробку будет сразу прокачанная у меня обычная так что имейте ввиду покупая обновленную версию вы получите все и даже чуть больше чем увидите о картах приятно посмотреть на во-первых похорошевшие хотя казалось бы куда еще иллюстрации поскольку теперь речь идет не только о зверятах но и о локациях тропы звездочетов троп густых туманов больших зверей какие-то свои уникальные карты долины гроз тропы тропы караваны то есть точки зрения визуала игра является прекрасным примером того как надо делать игру для всей семьи хотя казалось бы уже появилась на западных ресурсах уже маленький верделл он только на английском пока но уже вот эта версия с комплексными механиками является отличным правильником для какого-то семейного развлечения привлечения самых маленьких игроков к искусству настольных игр а также стоит отметить что появилось много новых хорошо пропринтованных жетонов но в данном случае я держу в руках россыпь жетонов которые позволяют нам проектировать наше путешествие отправляться в долгий-долгий путь единственное что из-за того что дополнение из разных тиражей у меня такая странная проблема например у меня сомнительно гнется поле поэтому у меня вот эти вот крылья маленького озера все норовят улететь куда-то в освоясье но если не брать в расчет эту особенность ее можно как-то спрессовать в общем делает поправимое хочется сказать что это один из тех примеров в отличие от зомби цида допустим где дополнение представляет собой исключительно новые виды зомби то есть фактически 30 пластиковых фигурах деньги на бочку . здесь ключевые механики не меняются то есть вы все еще должны выложить свой квартал но у вас появляется какая-то параллельная деятельность то есть вы можете не просто сигать по краям карта чтобы насобирать ресурсов вы можете вообще уйти в какую-то экспозицию насобирать победных очков вы можете уйти и заняться торговлей барыжа я извиняюсь жемчугом то есть развлечение на каждую голову найдется я отдельный плюс в том что в игре при всей ее комплексности механик не пропадает вот это душевность она не является перегруженной она не является какой-то чрезмерно усложненной то есть последовательность действий остается прежней до появляются факторы то есть это те же климатические условия но они все равно положительно сказываются на общей динамике поскольку с одним дополнением двумя сколько вы хоть все совместите интерес не пропадет и концентрация у вас не потеряется ну а чтобы концентрация не потерялась на этом мы про на столке заканчиваем но следующий раз мы поговорим еще про два дополнения поэтому далеко не уходите ну а на сегодня с настолками у нас все приходим к финалу на этом наша программа подходит концу но не переживай еще о многом мы не успели рассказать плюс новости точно будут ну и можем обещать что в следующем выпуске мы таки закончим сагу об эвердели ну а на этом все до скорых встреч в следующем выпуске